Здравствуйте! В эфире выпуск новостей и я, Ефим Смолин. Вышли в свет мемуары первого коменданта Мавзолея. Книга называется «Тепло и просто. В гробу я его видел». Российское искусство понесло крупную утрату. Актриса, с блеском сыгравшая главную роль в рекламе эпилятора для волос, побрила ноги, простудилась и умерла. Открылся секрет блистательного выступления Майкла Джексона в Москве, где певец дергался и извивался на сцене, как никогда раньше. Оказалось, что он впервые взял в руки российский микрофон, от которого било током. Как известно, теперь в Думу могут избираться и быть избранными даже осужденные. Любопытный случай произошел вчера при голосовании. На просьбу спикера поднять руки половина депутатов по привычке с криком «Отас мусора» прыгнула в окно. Необычный случай мести произошел в воинской части 13.53. Отстояв смену, часовой Курдебаев поймал голубя, поставил по стойке смирно и нагадил ему на голову. И еще один случай мести. Он зафиксирован в Калининграде, в зубном кабинете. Врач медленно тащил зуб без наркоза у капитана ГАИ Ситникова. И на крики пациента «А скорее нельзя?» Приговаривал. Никак невозможно. В городе скорость не больше 60. Фирменное средство борьбы с тараканами «Комбат-2» только что поступило на наши прилавки. Это небольшой диск с записями группы «Любе». Тараканам достаточно услышать истошный крик «Комбат-батяня», и они умирают на месте. Новости науки. Удивительное открытие сделано в Институте генетики. Ученые вывели новую породу коров, скрестив их с бабочками. По мысли создателей, для этих бабокоров не надо будет запасать корма на зиму. Осенью, собравшись стаи и курлыча, они улетят кормиться в теплые страны. И прилетят только весной на дойку. У бабокоров есть и другие преимущества. Пролетая, они будут разбрасывать навоз над полями. Кроме того, так же, как бабочки свертываются в кокон, бабокоров будут свертываться сразу в колбасу. Шесть человек в феврале сломали ноги на обледенелых тротуарах Воронежа. Дворник Петров подозревает терроризм. Кто-то взял его скребок. Благодаря бдительности таких вот простых людей, удается срывать планы террористов. Российские почтальоны преподали урок Аль-Каеке. Она попыталась прислать нам письма с бактериями сибирской язвы. Но позабыла, с какой стороной связалась. Бактерии живут две недели, а письма здесь идут год. В мире фантастики. Жители ночного Омска могли вчера любоваться потрясающим зрелищем. Одна за другой над ними пролетело шесть летающих тарелок. И только когда вслед за ними пролетел чайник, они поняли, что это рабочие заводы перебрасывают сервис через забор. Новости конверсии. Известный конструктор, изобретатель автомата Калашников, предложил использовать его в мирных целях для получения прекрасного творога. Причем процентов на 20 дешевле нынешней цены. Для этого надо только прийти на рынок с автоматом и спросить, почем творог? И о погоде. Завтра рождается хорошая погода или плохая? Но если вы купите с рук препарат пульген, вам уже будет все равно. И это все на сегодня. Оставайтесь на нашем канале. Прошу только хорошие новости и только на нашем канале.